Количество дружин по стране сейчас активно растёт, и Десногорск не стал исключением. На сегодняшний день в городе зарегистрировано два народных отряда – Добровольная народная дружина и Народная дружина Десногорского хуторского казачьего общества «Хутор Десногорский». Хуторским обществом уже разработан и подан для ознакомления в администрацию Десногорска устав общественной организации. Дружина будет оказывать содействие правоохранительным органам города в охране общественного порядка. С пакетом документов, необходимых для осуществления деятельности казачьей дружины, на территории Десногорска ознакомился заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Александр Новиков. Весь пакет документов, требуемый для осуществления деятельности по охране правопорядка на территории муниципального образования, он у нас присутствует. На сегодняшний день мы уже проработали с казачьими тот вопрос, что у них сформирован численный состав в количестве 12 человек. Ещё Александр Новиков отметил, что хуторскому обществу необходимо определить командира казачьей дружины, выбрать его самостоятельно и утвердить документально в казачьем штабе. Также осталось согласовать рабочий график с представителями ОМВД. Ранее по распоряжению Андрея Шубина были разработаны документы по предоставлению субсидий на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин. Сейчас финн управление это всё рассмотрит. На следующий год мы можем его запрещать. После того, как казачья дружина приступит к своим обязанностям, казаки смогут официально оказывать помощь сотрудникам правоохранительных органов при охране общественного порядка, информировать полицию обо всех выявленных правонарушениях, охранять порядок при проведении массовых мероприятий и участвовать в поиске пропавших без вести. Виолита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Рызганова, Десна ТВ.